Всем привет! Вы на канале Чем побриться. Сегодня у меня рубрика, где побриться на Кипре. Я, конечно, шучу, это не где-то я буду рассматривать кучу разных мест, где можно побриться, а расскажу вам про Кипр и где лучше, собственно говоря, отдыхать с определенным видом отдыха. Отдых может быть активный, молодежный, семейный, предпенсионный, пафосный и тому подобное. Ну, начну я, собственно говоря, с бритья. Все-таки этот канал о бритье. Сегодня я буду бриться бритвой Биг, Биг Флекс 3 классик. Сижу я на крыше своего дома. Находится он под городом Пафос. Нет у меня сегодня ни зеркала, ничего. Буду бриться, можно сказать, слепую. Находится город, где я живу, деревня так называемая Коралл Бэй. Она находится в 20 километрах от Пафоса. Если мы посмотрим на карту Кипра, то можно увидеть, что есть северная часть и южная часть. Я нахожусь на южной части. Северная часть Кипра, она принадлежит туркам. И чтобы туда попасть, нужно выполнить ряд маневров в зависимости от того, откуда вы хотите попасть. Вы хотите попасть из Кипра туда или хотите попасть из Турции туда. Вот. Значит, а южный берег, он разделен на, так скажем, три зоны. Это зона западная, где находится Пафос. Пафос, Коралл Бэй, Сент-Джордж. Дальше идет заповедная зона Акамос, куда можно пробраться на машине, а в некоторые места можно добраться только на квадроцикле или пешком на велосипеде. Интересно такое место. С точки зрения семейного отдыха на Кипре, то это лучше делать в районе Пафоса. И больше всего рекомендую зону Коралл Бэя, потому что в этом районе на все может выйти по всего три песочных пляжа. Причем с хорошим песком, не насыпным песком, а именно реальным хорошим мелким песочком. Это вот Коралл Бэй, Коралл Бич и Коралли. Вот три бухты, которые содержат песочный пляж. Все остальное на Кипре это либо насыпные пляжи, либо частично галечные, либо полностью галечные пляжи. Значит, в самом городе Пафос есть отели, есть хорошие отели, есть такие звездочные, дорогие, но они не брендовые. Нельзя там встретить Мариотт, Холли Де Инг какой-нибудь там и тому подобное. Вот. Соответственно, если вы хотите спокойный отдых, семейный отдых, то приезжайте, естественно, в город Пафос. Можете приехать сюда в Коралл Бэй, тут есть гостиница, можно снять виллу спокойно и наслаждаться этим семейным отдыхом. Вот. Для мужчин, ребят, которые хотят приключений, хотят знакомства с девчонок, девчонками, тусовок и так далее, это, скорее всего, данный курорт не подойдет. Вам нужно поехать в несколько восточный, так скажем, этого острова. Да, это город Ларнака, либо Лимассол. Вот это вот уже такие большие города, причем в Ларнаке есть аэропорт. Ну, в Пафосе тоже есть, но в Ларнаке он международный большой-большой. Туда вот все авиакомпании летают, которые вот не чартерные, а постоянно. Они считаются аэропорт-столицей. Столица — это Никосии, которая разделена тоже на два пополам — северной Никосии и южной Никосии, которая одна часть принадлежит туркам, другая — киприотам. Вот. Так скажем, киприоты говорят, что это территория, оккупированная Турцией. Вот. Что у нас дальше идет? Ну, в Никосии, естественно, моря нет. И чтобы из Никосии добраться до моря, нужно потратить порядка 40 минут езды на машине порядка там 40-50 километров. Вот. Дальше что у нас интересного? Значит, в Ларнаке, в Лимассоле уже есть набережные такие хорошие. Когда ты... Есть такая дорога, набережная, ну, пляж. Пляжи там насыпные, песочные. Песочные. Песок достаточно такой темный, но я считаю он больше такой глиницкой. Мне он не нравится. Поэтому для любителей песочка это не пойдет дело. Вот. Ну, при этом это более пафосное место, где есть пафосные отели, причем брендированные. Вот. Если хотите дорогой отдых, то это, пожалуйста, туда. Там много ночных клубов, тусовок, девчонок и так далее. Вот. Ну, а если смотреть совсем восточно, то есть такой замечательный город Айнапа. Айнанапа, который, собственно говоря, уже для молодежи, для молодежных тусовок. Днем там, в 12 дня на пляже, ну, можно там встретить там заблудавших каких-то людей или только приехавших. Вся жизнь начинается там после трех часов. Народ влезает на пляже, загорает, тусня, музыка играет в барах. Вот. Красивое море там, теплое всегда. И там есть тоже песочные пляжи. Но, опять же, песок он не такой, как в Коралл-Бэе. Несколько хуже. Что еще, собственно, интерес? Значит, можно остановиться не в самой Анапе, а в пригородный город Протрус. Там есть аквапарк такой анапский. Вот. Тоже там вилу можно снимать. Ну, есть гостиницы, естественно. Вот. Ну, достаточно такой воздух. В принципе, там тоже останавливаются семьями, да. Но, опять же, курорт Айнапа, он молодежный. Там очень много баров. После десяти вечера там они битком забиты. Причем забиты не только русскими, но и основном англичанами. Правда, в связи с пандемией сейчас англичан мало пускают на остров. Вот. Но, допустим, два года назад, я думаю, что, скорее всего, все вернется в круги своя. Вот. Там все будет то же самое. Вот. А куда поехать можно на Кипре? На Кипре можно поехать, как я сказал, на Акамос. Это природная зона. Если переехать на ту сторону Кипра, которая принадлежит, собственно говоря, Кипру. Ну, она как бы северная часть. Это вот зона от Акамоса до полиса. А там галичный пляж. Очень красивое море. Спокойное всегда. Ну, галька. Причем крупные такие булыжники. Поэтому надо обязательно быть в тапочках там. Возможно обжечь и ноги. Ну, неприятно особо ходить. Но для любителей гальки это самое оно. Ну, там же есть немного отелей. Их мало. В основном там виллы стоят, которые можно снимать. Вот. И, ну, тусовочных мест вообще нет просто. Там есть на набережной можно в лачах, так называемый, можно попасть в несколько ресторанов. Но на этом, собственно говоря, все заканчивается. А что еще интересного? Мировой известный самый большой монастырь, провокальный монастырь. Находится в городе Тродос. Ну, под Тродосом. Называется он Кикос. Вот. Стоит туда обязательно съездить. Это экскурсия. Либо сами берете машину и едете. Потрясающая природа. Если, допустим, вдоль берега все выжжено солнцем. Сухое. Расцветает только зимой. Тут что-то такие. Ну, зеленым становится. В основном тут дожди вообще нет. Только зимой. То в горах, в Тродосе там кедровый серпантин. Да, кедровая такая пойма. Очень красиво. Лес замечательный. И природа. Причем там достаточно прохладно. Если, допустим, сейчас тут 35. То там наверху градусов 25. Свежий ветер. И чувствуешь себя очень хорошо. Вот. Что еще можно сказать о Кипре? О Кипре можно рассказывать очень долго еще. Какие маршруты тут когда на квадроциклах. Что можно, что нельзя. Все это я готов сказать. Если вы захотите это услышать, напишите это в комментариях. И я сниму еще одно видео на эту тему. Вот. Так что всем пока. До скорого. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео. Если оно вам, собственно, интересно. Все. Счастливо.